Ехал вирус через вирус, видит вирус в реке Вирус. Пока весь мир сходит с ума по эпидемии, новые машины пока еще, к счастью, презентуют. Правда, с учетом того, что из-за ценовой войны на рынке нефти евро стоит уже под 90 рублей, у россиян есть все шансы остаться пассивными наблюдателями. Все сложно, но мы пока держимся. С вами Катя, это «Неделя на колесах». Поехали! Итак, краткий свод фактов о том, что коронавирус успел надворить с экономикой. Вообще все плохо. Автомобильные заводы в Испании и Италии закрылись на карантин и остановили конвейеры. Во Франции, Германии и США этого пока не произошло, но он может случиться с дня на день. Да что там Европа и Америка. Вирус добрался даже до автоваза, где зафиксирован один случай заражения. Правда, производство лад решили пока не прекращать. К новинкам. У Вольцвагена их сразу три. И можете себе представить, ни одна из них не является электромобилем. Удивительно. Во-первых, показали концепт будущего пикапа Amarok, который разделит платформу с Ford Ranger. Пока никаких данных о технике, есть только картинки, на которых Amarok имеет X-Face и похож одновременно на современную Mitsubishi и Lada X-Ray. Ну ок. Во-вторых, презентовали кросс-купе Volkswagen Nivus, построенной на тележке Polo. Машину первым делом запустят на рынке Южной Америки, а в следующем году уже привезут в Европу. В России Nivus мог бы побороться с Renault Arkana за симпатии любителей дешевых имиджевых машин. Но о планах продавать модель у нас пока ничего не известно. Зато почти точно у нас будут продавать уменьшенный и удешевленный Tiguan. Модель будет называться Torek. Размером будет почти такой же, как Skoda Karoq. На этой неделе Torek впервые засветился без камуфляжа, но там в целом ничего интересного. Уменьшенный и удешевленный Tiguan. Такой, каким вы себе его и представляли. Есть премьеры и нет Volkswagen. Вот, например, Hyundai Creta. Ее обновили почти одновременно для России и для Индии. Индийцы получили полностью новую машину на той же платформе, что Kia Seltos. Россияне только новую радиаторную решетку. Впрочем, новая платформа не сулит ничего особенно хорошего. А глядя на индийский дизайн Creta, я бы лично не стала завидовать. Рассекречен большой кроссовер от Geely. Размером он будет примерно с Toyota Highlander. А выглядит примерно вот так. По моторам, правда, все скучно. Рядная турбо-четверка 1.8 на 184 силы. Поехать поедет, но не очень весело. Тем временем, на другой стороне света партнеры китайцев из Volvo тоже укрупняются. Готовят к запуску кроссовер XC100, чтобы бороться с BMW X7 и Mercedes MGLS. По нему никаких изображений нет, но эскизы уже нарисовал наш дизайнер Никита Чуйко. Он считает, что XC100 будет выглядеть практически так же, как XC90. Теперь к интересным публикациям от колеса.ру. Все пресс-туры и тест-драйвы отменили, но рынку поддержанных машин ничего не страшно. Борис Игнашин в двух частях разобрался в типичных поломках Mitsubishi i6. Там все довольно плохо с окраской и с металлом кузова. А еще подкачал вариатор после рестайлинга. Евгений Балабас нашел Toyota Sequoia, это большой американский братлинг крузера, с пробегом 184 тысячи километров. И убедился, что для этой машины такой пробег, в общем-то, детский. Сергей Арбузов тем временем не терял времени зря в архивах. И раскопал удивительную историю американского журналиста Дэвида Скотта, который в 1957 году хотел попасть в Нами, но был разоблачен КГБ как шпион. Статья уже вызвала несколько случаев самого сгорания кормовой части в комментариях. Присоединяйтесь к дискуссии. Все ссылки на материалы под видео на ютубе и в описании аккаунта в инстаграме. Ну а с вами была Катя. Берегите себя от вируса. И если вам это удастся, увидимся на следующей неделе. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!